В Казанском федеральном университете состоялось расширенное заседание Бюро отделения Российского исторического общества в Республике Татарстан, посвященное десятилетию формирования в структуре КФУ Института международных отношений и десятилетию создания регионального отделения Российского исторического общества на базе КФУ. Императорский зал главного здания вуза был заполнен представителями министерств и ведомств, вузов Казани, Академии наук Республики Татарстан и других государственных учреждений. Для открытия расширенного заседания в президиум, а после на трибуну для приветственной речи были приглашены сопредседатели Российского исторического общества, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Константин Могилевский, первый проректор, проректор по научной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский, директор Института международных отношений КФУ, председатель Совета отделения Российского исторического общества в Республике Татарстан Рамиль Хайрудинов. Дмитрий Таюрский поздравил коллег с памятной даты и отметил, что Институт международных отношений является признанным научно-образовательным центром Республики Татарстан в области гуманитарных наук. Его работы и исследования хорошо знакомы не только российским ученым, но и зарубежным. За 10 лет был пройден очень серьезный путь, были решены очень серьезные задачи и, конечно, эти задачи были решены вами, уважаемые коллеги, которые присутствуют здесь, а здесь присутствуют и ветераны, и работники института, которые сегодня несут достаточно большой объем образовательной нагрузки, ведут научную работу, и, конечно же, директор Института международных отношений Рамил Равилович Хайрудинов. Вам, уважаемые коллеги, всем большое спасибо, что вы решили эти задачи. Вклад отделения Российского исторического общества в Республике Татарстан по достоинству оценен государственными органами власти Российской Федерации. Благодаря поддержке Министерства науки и высшего образования России и при деятельном участии татарстанских историков, стало возможна реализация целого ряда проектов, нацеленных на развитие исторических исследований и популяризацию исторического знания. В ходе беседы сопредседателя Российского исторического общества, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Константин Могилевский отметил, что сегодня историки – одни из самых востребованных кадров на рынке труда, будь это учебное заведение, научной организации, архив или средства массовой информации. Грамотно подготовленный квалифицированный сотрудник – это универсальный аналитик, человек, который умеет работать с информацией. Казанский федеральный – один из лидирующих университетов по подготовке историков и по количеству, и по качеству. Заметно растет средний балл среди поступающих на исторические специальности. Здесь в КФУ он по сравнению со всей страной очень высокий, но и по всей стране он растет и заметно выше, чем средний балл поступающих в целом на все направления подготовки. Это говорит о том, что на историю сейчас пошли не те люди, которые идут на историю, потому что в математике не понимают, а те, которые видят в этом будущее. И второе, конечно, нам необходимо наводить порядок, мы активно этим занимаемся, с преподаванием истории на всех направлениях подготовки, чтобы неким минимумом исторические знания люди бы владели, чтобы этот курс истории России был бы не формальным, а направленным на реальное получение соответствующих знаний. Рамиль Хайруддинов, директор Института международных отношений и председатель Совета отделения Российского исторического общества в Республике Татарстан, рассказал гостям о пройденном большом пути, о 10 годах становления отделения и о работе, которая была проделана за это время. Проведены более 200 крупных научных мероприятий, опубликовано около 100 научных монографий, реализовано порядка 50 серьезных международных и всероссийских проектов. Отделение Российского исторического общества в Республике Татарстан стало признанным лидером в развитии и популяризации исторического знания. Сейчас на карте страны более 60 территорий, где существует это серьезное братство ученых, историков, музейщиков, архивистов, деятелей культуры, учителей истории, краеведов. И это действительно уникальное сообщество, которое не имеет аналогов и как по резонансу, и по вкладу в развитие отечественной культуры. Пожалуйста, следующий слайд. Обратите внимание, пожалуйста, на те принципиальные позиции, которые были высказаны первым лицом. Есть поддержка общества на самом высоком уровне, а самое главное идет конкретная постановка задач. Поздравили участников торжественного заседания не только лично, но и через видеообращение. Заместитель директора Департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям Министерства иностранных дел России, ответственный секретарь Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко, сопредседатель Российского исторического общества, ректор МГИМО, академик РАН Анатолий Таркунов и другие известные ученые и руководители научных и образовательных учреждений стали причастными к этому поистине знаменательному событию, даже находясь в тысячах километров отсюда. Я хорошо помню, как начал создаваться Институт международных отношений в структуре КФУ. И помню хорошо коллег, и не только помню, но и сейчас мы довольно регулярно общаемся. Я вообще очень люблю бывать в Казани. Мы выезжали, как вы, наверное, помните, и командой довольно большой, и с МГИМО встречались в КФУ. И мне довелось не раз бывать в Казани. Казанский университет – это один из столпов нашего российского образования, драйверов образования. В ходе мероприятия участникам заседания, в том числе представителям КФУ, были вручены различные награды. Завершилось оно подписанием КФУ двух соглашений о сотрудничестве по реализации гуманитарных проектов с Государственным комитетом по архивному делу Республики Татарстан и Академией наук Республики Татарстан. Карина Саяхова, Аделя Файзулина, Универновости.